2017 год для Саянской городской общественной организации ветеранов войны и труда особенный. 15 февраля она отметит 30-летний юбилей. Этой дате будут посвящены десятки мероприятий, уроки мужества в образовательных учреждениях города, чествование ветеранов, занесенных в Книгу почета Городского совета ветеранов, городской фотоконкурс «Будни и праздники ветеранов», тематические выставки в Музее истории города, школьных музеях, День открытых дверей. Также планируется участие ветеранов в работе молодежного саммита «Мы – дети мира». Пройдут и традиционные мероприятия, которыми по праву гордятся активисты Совета ветеранов. Я считаю, что очень здорово, что мы здесь в Саянске в дни воинской славы, в такие патриотические дни, вручаем паспорта юным гражданам города Саянска. И это у нас стало замечательной традицией. Кроме того, очень тесно мы работаем с отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике. Огромную работу на протяжении почти 30 лет вели наши ветераны, участники войны. Поскольку следующий год у нас год юбилейной ветеранской организации, и мы понимаем, что количество ветеранов, участников у нас становится все меньше и меньше. На сегодняшний день у нас всего 30 участников войны. И мы не можем уже так активно их использовать и приглашать в школы, на встречи с молодежью, чтобы они могли рассказать о этих знаковых исторических событиях. Поэтому сейчас мы немножечко уже делаем ориентацию на более молодое поколение ветеранов. На тех, кто имеет статус «Дети войны», на тех, кто является ветеранами вооруженных сил и правоохранительных органов, кто нес военную службу в горячих точках, защищая Родину. Мы делаем уже упор, наверное, на тех, кто является ликвидаторами Чернобыльской АЭС. Совет ветеранов, говорит его председатель, организация незакрытая, всегда рада гостям и работает как для пенсионеров, так и для людей молодого возраста, осуществляя активное межведомственное взаимодействие. Центром патриотического воспитания молодежи, отделом военного комиссариата, городским и школьными музеями, управлением образования города, отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Саянска, управлением культуры, Российской общественной организацией ДОСААФ, общественными организациями «Молодая гвардия», «Союз детских объединений», «Молодежный парламент». Безусловно, очень много проводится патриотической работы в наших школах, в наших музеях школьных. Мы, ветераны, тоже помогаем оснащать материалами школьный музей, музей боевой славы – это тоже одно из важных направлений. Более того, наверное, вот эти встречи с молодежью, молодежные саммиты, которые сейчас очень популярны, просто какие-то круглые столы, дискуссионные площадки с участниками исторических военных событий – это тоже одно из направлений нашей ветеранской деятельности. Опыт работы Саянской городской общественной организации ветеранов войны и труда уникальный в регионе, и это не пустые слова. И по основным материалам нашим областной свет ветеранов подготовил вот такие диски по нашим опытам работы, и они практически сейчас будут методическим руководством для всех ветеранских организаций Иркутской области. Такое решение было принято на пленуме областного совета ветеранов, который прошел в декабре минувшего года в Иркутске. В этот раз он был посвящен очень серьезной теме – патриотическому воспитанию молодежи Иркутской области. Но те сегодняшние события политические, экономические, информационные потоки, которые захлестнули молодежь, не дают возможности молодым людям правильно сориентироваться и в истории нашей, и в тех событиях, которые происходят. Поэтому пленум принял решение после своей работы все-таки одной из главных, одной из приоритетных задач всех ветеранских организаций – это по-прежнему патриотическое воспитание молодежи и граждан Иркутской области. Я представляла туда опыт работы нашей ветеранской организации. Я говорила о тех направлениях, которые наиболее удачно у нас сложились в нашем городе. На пленуме председателя Саянского совета ветеранов Татьяна Огнева за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи была награждена памятной медалью. Опыт работы Саянской был признан одним из лучших, одним из эффективных. Ну и как бы вот такая скромная личная награда мне была вручена. Для меня, конечно, это очень дорогая награда, поскольку это памятная медаль генерала армии Белобородова. У меня подрастают трое внуков мальчишек. Я очень хочу им показать это, чтобы они знали, чем занимается их бабушка в совете ветеранов. 2017 год, говорит Татьяна Михайловна, ответственны для Совета ветеранов Саянска не только личным юбилеем, но и датами, памятными для всей страны. И со всеми поставленными задачами, уверена она, Саянская городская общественная организация ветеранов войны и труда непременно справится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова